всем привет нашим подписчикам и гостям нашего канала кто еще не подписан наш канал обязательно подписывайтесь и путешествуйте вместе с нами сегодня выходной мы с детьми отправляемся в пещеру суга маг это находится рядом с кыштыма мы уже там недавно были поднимались на гору и газа сегодня планируем дойти до пещеры и погулять в лесу до кыштыма ехать 100 километров время 10 что латону молоко мы взяли не забыли сейчас сразу покормим что у нас хорошо себя вел машине заедем на заправку но и дальше на выезд распаковываем потому что пищевую пленку замотали что при рюкзаке у нас ничего не вылилось все довольно патуша довольны сейчас поспит еще по дороге пока будем ехать челябинске уже похолодало сегодня вот на термометре правда плюс 6 сейчас но ветер холодный оделись тепло достали шапки перчатки не начинается такое мое самое нелюбимое время года обещают на днях снег вот я конечно готова снег терпеть ну до нового года максимум все потом уже надоедает я хочу быстрее лето но к сожалению на урале зима затяжная потеплеет только в мае месяце если если нормально да а иногда и в июне или в июле конечно хочется чтобы быстрее наступило тепло субботу мы просидели дома хотя конечно было на улице плюс 11 как-то вчера я вообще не хотелось выходить хотелось дома посидеть единственное что мы с матвеем съездили на тренировку в бассейн поплавали передумал что ли холодная холодно тогда я пошла первое а сегодня вот поедем в пещеру приехали на заправку сейчас заправимся заправились почти до полного так что можно и дальше каштейма уехать пока едем вот пошел дождик а мы вспомнили что мы забыли взять свои дождевики может не будет так сильно лить истия с березы уже почти все плетели сейчас вот летят на нас так красиво осенний листопад мы уже заехали в каштым после челябинска здесь такая жизнь спокойная так тихо уютно как красота у них можно будет погулять до вдоль набережной надо прям отдельно такой день выбрать наверное и чисто только по городу экскурсию для себя провести достопримечательностей здесь достаточно слева от нас находится озеро сугамак до сюда можно будет еще заехать тоже после пещеры если дождя не будет красиво прям вот едешь по дороге такой деревья голые все стоят уже здесь оборудованная парковка машин очень много желающих погулять по лесу посмотреть пещеру очень много теперь мы будем искать где же нам здесь припарковаться там даже туристы на автобусе приехали сейчас мы пойдем по экотропе маршрут 800 метров всего лишь платона раздели пока доехали жарко ж было он так и не спал у нас мы думали он поспит а он не хочет у нас спать это экологическая тропа сугамакская пещера вот здесь номер указан можно заказать экскурсии если кто-то желает через 150 метров и окажетесь на территорию уникального памятника природы кому-то места не хватило на парковке заехали прям во внутрь уже арки при входе можно купить сувениры какие красивые он наверно хочет тут какой-нибудь сувенирчик он подставка под бутылку прикольно мишка платоша подумал что это игрушки начал кричать с коляске вылазить если бы с нами папа наш был то мы бы тут задержались бы надолго он у нас очень любит сувениры разглядывать да он любит у нас и покупать сувениры и разглядывать пока идем такой запах вот хвойный листьев таких осенних классный матвей сразу вспомнил свой стишок он рассказывал на уроке еще так креативно рассказал научиться сказала молодец хорошо но больше так не рассказывает вот он у нас все-таки вылез из коляски не хочет ехать пойдем пешком пошли пойдем мы сейчас будем все палочки собирать по дороге вперед нашел пойдем мы еще хотели конечно подняться на гору сугамак но уже не в этот раз сегодня только прогуляемся до пещеры заедем на озеро если дождя не будет по тропе стоят это информационные стенды здесь рассказывается про сталактиты пещеры сталагмиты как они образовываются корень дерева до корень такой остался идем говорю детям давайте в тишине хочу послушать лес сладиться тишиной какой там идут то пищат но кричат ругается получается спокойно детям нравится вот такие вот пешие маршруты вроде бы недалеко и в то же время рюкзачки мы с собой взяли положили еду чай нравится им вот так вот гулять чем дома на диване лежать до планшет или в телефон смотреть лучше для себя узнавать что-то новое интересное полно пещер это они там все живут смотри какой там паук живет да нет это не в этой пещере живут это вообще в пещерах живут других да в этой пещере они не живут не переживай а то уже говорит я туда не пойду что это сегодня платон у нас раскричался арущи ну на весь лес мы в январе были в новоафонской пещере на самом деле я была первый раз конечно очень интересно и страшновато в то же время кто не видел видео наше посмотрите пролистайте подписчики некоторые пишут вот посмотрели ваше видео тоже захотели куда-то поехать так приятно конечно эти слова слышать что допустим на что наш канал кого-то сподвигнул на какие-то действия что не лежали вы на диване а встали и поехали куда-то или пошли также сейчас вот мы находимся в большую часть то в городе что учеба и начали изучать места челябинской области потому что практически мы мало здесь где были в основном почему-то нам хотелось в сторону юга уехать отдохнуть вот хотя вот по области то очень много красивых мест на урале конечно природа шикарная очень красиво единственное меня пугает этот сезон когда клещи начинаются весной вот тогда мне вообще никуда не охота выходить из дома особенно особенно гулять по лесу здесь возле пещеры есть поляна называется марина и также есть родник марина слезы да там будет по пути платона сегодня настроение непоходное видимо орет что-то у нас хотя деле его тепло не должен замерзнуть мы так поняли что в той стороне находится родник вон там стоят лавочки нового ручки бабульки сидят сначала с палками прошли сейчас присели отдохнуть я не спошел у нас посмотреть мы уже не стали сюда с коляской потому что здесь вот небольшой овраг посмотрит бежит так ой я сама чуть не упала нету там родника просто лавочки стоят что нет ну значит нету пойдем дальше да мы пришли в пещеру может быть возможно возможно тропа всего 800 метров идет который есть еще дальше что-то но пещера как оказалось ближе чем 800 метров вход здесь оборудованный мы это уже читали попробуем спуститься вниз первый грот зайти спускаемся вниз взяли с собой фонарики но матвей у нас тоже начал баловаться у него фонарик с электрошокером вот эти вот изображения вот везде их да надо написать граффити но это такое уродство какой-то которая портит весь ну чё там спуститься можно мнение не мы боимся нет тут не надо прыгать первый грот называется светлый матвей свете будем рассматривать что здесь мрамор где тут мрамор свисает тут вот изуродовали только конечно все эти скалы ну мы туда во вторую не пойдем там ползти надо же будет посвятить у меня дальний давай посвятим посмотрим что там что матвей а можно пройти ну-ка посвятить туда дальше посвятить посвятить там узкий прохода не знаю да матвей тоже пошел посмотреть вот это только далеко от нас не уходи потолок вот такой вот напиши над нами что матвей возвращайся матвея возвращайся тоже скалы я тоже а тупик там то дальше наверно не пролезет на продолжение никакого да ну он смотри туристы полезли туда не знаю ну попробуй но только аккуратно да рюкзак до рюкзак оставлять оставляй слева еще есть проход но тут но там ползти придется прям ой сильно прям на коленках наверно там придется ползти матвей иди сюда ну куда ты полез да можно будет пролезть там тоже очень удобно угу включайте там побеги вот дай мне полоте я буду все получается ну-ка давай весь фроз давай я первый ой давай весь фроз станешь во весь рост не знаю чё объясни скалы смотри не знаю что там дальше есть фонарика тянуть его фонариком не особо хорошо нужно туда шпать я тут уже собачку встретил тут дети вылезли все под впечатлением но говорят там дальше стоит решетка и туда уже вниз не проберешься людей набежало очень много дорожка здесь есть на и газу тропа три вершины да но мы не пойдем туда подниматься вот так прогуляемся немного а потом обратно да если там будут какие-то беседки кого попьем чай наверное чай можно вот при выходе попить на сугомак два километра можно и тут идти здесь тропинка показана в следующий раз пойдем сегодня мы не готовы идти в гору с собой много еды не брали так только бутерброды и чай и я немного не в той обуви чтобы карабкаться в гору можно на поляне вот здесь покушать смотрите только надо как-то через овраг коляску перенести там все беседки заняты будут здесь только шишек здесь бревна лежат здесь можно тоже расположиться активное общество пенсионеров молодцы с палочками скандинавской ходьбой занимаются молодцы и пошли на полянку это они в гору ходили вот такая вот активная старость молодцы сегодня у нас на перекус бутерброды с маслом сыром яйца чай яблоки много мы не брали кушать на улице хотя плюс шесть но мама сегодня уже замерзла не знаю у меня всегда мерзнут ноги чтобы я не одела я вот не знаю какую обувь мне покупать я постоянно мерзну ну только летом конечно нет а как вот похолодает так все может есть какие-то советы мне говорили что наверное возможно нарушено кровообращение хотя вроде я постоянно в движении но постоянно мерзну матвей уже себе друзей нашел на поляне сегодня очень много народу все пользуются моментом пока зима не наступила хотя и зимой много мы очень много туристов но даже если куда-то ездили не знаю везде много людей все путешествуют на выходные мы решили поиграть в игру заодно мама согреется побегать на перегонки делайте свои ставки кто же из нас выиграет и прибежит первым Победа вот и все смотри а что ты не побежал смотри что-то передумал бежать и наверно спасибо и 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 вот он у нас уснул в коляске спит сладко детям говорю будем играть до тех пор пока не проснется играем по очереди как раз я согреваться начала побегал пока мы с я не сам играли матвей у нас залез горит не могу слезть помогите осторожней спасение брата спасение брата вот он пришлось буквально съезжать уже на штанах чуть ли не обдирания нас потом проснулся раньше времени вот вот этот вот брат его средний не дал ему поспать шумел возле коляски переводорем на весь бор идем к машине не дали поспать ему на руки взяла потому что плачет нагулялись от души время уже 16 00 будем выезжать домой сейчас если где-то будет съезд к озеру заедем обязательно это бы поснимаем посмотрим поближе возможно летом можно на озеро все приехать купаться мы просто не знали этих мест теперь уже будем знать где можно хорошо время провести осенний листопад у нас на машине поехали на противоположной стороне стояли машины и была тропинка люди пошли пешком там находится озеро озеро большое нашла я съезд подойду поближе эти не захотели выходить уже из машины место хорошее скорее всего здесь летом купаться можно мы сейчас так хмуро на самом деле здесь очень красиво вот даже сейчас в такую погоду пока навигатор загружался я уехала на карабаш маршрут перестроился в карабаш нам уехать не удалось свернули правильно потом налево едем домой в челябинск заехали мы уже в челябинск хорошо провели сегодня выходной день не обязательно далеко уезжать от города главное залить бензин в машину взять с собой бутерброды чай и здорово провести время так же и вы можете последовать нашему примеру наверняка где вы живете так же само найдутся места такие куда можно съездить на выходной день устроить себе небольшое такое путешествие так что не сидите на диване проводите время со своей семьёй и хороших вам выходных на этом я буду заканчивать свои видео всем хорошего настроения до новых встреч пока пока пока